Обесение спит, как рогожие, укрыто туманом, Прогорают дрова, и под крышами стелется дейм, Чьи-то мамы не спят, им всегда не до сна нашему маму. Здесь когда-то и я, аж до зелени был молодым, Мой пиратский народ, мои честные волки удачи. Дальше некуда, дно, без свободы, по полной, без дачи. Я застал еще старый закон, сапоги и фуфайки, Меховые фуражки и драки район на район, Самопалы из трубок и швайки, и перстни из гайки, Из бирюлевой бронзы, из зубы такие же, в тон. Их песни поют до сих пор, я, возможно, последний, Этихонный племен, незаконный, но верный, наследник. Одноклассники, братья мои, пацаны переулков, Вы давно на соломе, которую мерят в кубах, Ваши души коптят, и дежурные сладкие булки Рассыпаются в пепел на ваших бескровных кубах. Не такие уж вы и злодеи, скорее слепые, Вы по Брайлю читаете мир, состоящий из душ, Люди тени для вас, вы для них оболочки пустые, Имеет значение лишь запах и вкус папирос, Я и сам ты нырял в этом море зеленых туманов, И с тех пор не сушу алкоголиков и наркоманов. Я испытан неволей и волей, и золок, и серебра, Чтобы цельно звучать, мне хватает дыхания и глотки, И деревьям я друг, и с собаками всеми знаком, Не нуждаюсь в игле, и совсем независим от водки, Я люблю свою землю, свой злой апельсинский клочок, Пять туманов и вишня, между сиреней, априкосом и грушей. Я слышу порою, как мне говорят, Дурачок, что любить здесь? Заборы, дрова, да пропащие души? Но любовь, она больше, и, видимо, лучше, чем мы, Живет она в нас, то печалясь, а то торжествуя, И чтоб ею делиться подходят любые холмы, И блудница, и мытарь заслуживают поцелуя. Здесь моя территория, здесь, под покровом моим, Проберу дрова, и над крышей стелюсь. Ты вряд ли сможешь это использовать при выборной компании. Я, у меня был случай, я встретил одноклассника, Сашу Гавейна, Сережу Николаевичу Браду, Младший брат моего одноклассника, И они сидели у меня во дворе, я подошел, И он, пацаны, привет. И Стаса говорит, а, привет, поэт. Я говорю, что ты мне так говоришь, поэт. Поэт это гордое звание. Он говорит, знаешь, я тебе что скажу. Вот это чисто, это было чисто, знаешь, ну как, Очень трудно среди своих, вот это доказать. И он говорит, а я тебе скажу, как я понимаю это. И он, давай, скажи, это очень ценно. Он говорит, поэт это такое, как спецкоп. Такой вот, такой, вот, ему, народу нужно повеселиться. И зовут поэта, говорят, а ну, замочи нам что-нибудь. Поэт, оба, о них, все, посмеялись, довольны. А там, хочет народ погрустить. Зовут поэта, говорят, а ну, замочи нам грустное что-то. Поэт замочит, они раз погрустят. Вот это, говорит, такая поэтическая судьба. Вот в этом суть поэтическая. Я говорю, да, Саша, ну ты прав вообще-то, вообще-то ты прав. Но есть же еще и другой аспект. Вот, допустим, мне парень говорит, ты знаешь, я хотел, у меня так было в жизни все плохо, я хотел покончить с собой. Сидел возле окна и смотрел вниз. И мне попалась на глаза твоя книжка, и я ее открыл, и стал читать, и я туда ушел. И вот пока я не закончил читать, я как бы, я не мог оттуда вырваться, и так я остался жив. Это реальный рассказ. И я говорю, Саша, так что ты, вот, вы сидите вдвоем, да, вот, у вас есть пять минут, давайте я вам прочитаю Пищенский ногтёв. Ну, я им прочитал целиком, сейчас я немножко не целиком прочитал, а прочитал им целиком. И они так заслушались, и потом я говорю, ну что? И они говорят, это правда. Я говорю, все, пацаны, больше мне другого от вас мне не нужно. За это я вам благодарен. То есть я поставил себе, да, плюс что, своим, я сказал, то, что я хотел. Ну, кто там, знаешь, вот такие вот Нобелевские премии, там, неизвестные поэты России, там, член средствописателей в Москве. А вот своим прочитать, когда они скажут, Аркаша, это правда. Ну, все, все, другого варианта, другой оценки не нужно. Такое, я недавно брал интервью очень для меня, ну, такого авторитетного человека. Ну, мы так уже болтали, болтали с ним про все, про все, а потом мне что-то захотелось услышать. Кого будет помнить через сто лет? Не чтобы он так, просто на скидку называл фамилию, что имена. Имена, фамилия. Ну, мне очень приятно, что, ну, среди поэтов, имена, январе, а потом, знаешь, несколько фамилий, такая дырка, да, и не будут, иди, 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 иди. Потом Аркадий Суров, да, Аркадий Суров будет, по-моему. Ну, ишь, хорошо. Ну, он, по-моему, тебя даже не знает, как бы лично не знает. А кто? А? А, не важно. Не, ну, скажи, чтобы я сказал тебе, знает он мне? Бабичка. Бабичка не знает? Бабичка, да. Я что-то не помню, того знакомого ли вы. Бабич? Да. Бабич, с Бабичем я ругался, чуть не до драки несколько раз. Да. Но, видишь, как не менее. Он же в этом доме живет, у него когда, он когда цепевает, он сюда приходит. Так вот у меня теперь тоже вопрос такой, я хочу, Аркадий, кого будет помнить через сто лет, кто у Николая остался, чьих анеменов? Юрий Алексеевич, тебя, конечно, будет. Не, ну, меня она знает, да. Разве дальше что-то... Нас с тобой, нас с тобой это понятно. Кого еще, Аркадий? Я знаю. С кем? Что это будет заряд? Ну, будут помнить кого? Функционеров, конечно. Ну, а как? Ну, это останется. Ты был в горосполкоме, ты видел там между этажами на лестнице, там висит вот такие плакаты, там написано руководители города, с его основания, все фамилии перечислены, ну вот, вот так, так и, это же никуда не тянется. Да, руководящие, там, мэры, губернаторы, они останутся в исторических простохрониках. Ну, кто еще? Ну, и традиционно, я всегда заканчиваю интервью свое с тобой, традиционно, вот на каких-то этапах, пожелание, пожелание журналу горожанин, я его хочу восстановить, пожелание журналу горожанин и пожелание движения родителей против наркотиков. Да, журнал я восстанавливаю. Ты знаешь, вот, недавно наш президент, я извиняюсь за выражение, Виктор Янукович, вернулся из Китая. Он, по этому поводу, собрал большой совет и сказал, нам нужно что-то делать со здоровьем народа. В Китае с утра во всех парках, на всех пешеходных переходах просто стоят люди и делают гимнастику. То есть, ты не знаешь, ты не в курсе? Он собрал большой совет и сказал, нам что-то нужно делать с этим. И я с ним согласен, я глубоко с ним, глупой и искренне с ним согласен. Этим нужно заниматься. Вот если этим заниматься, то никаких наркотиков, в принципе, не прозит. И движение родителей против наркотиков постепенно сойдет на нет. И это будет самой большой проблемой. Да, я это хочу, конечно. Я хочу, чтобы оно закрыло. Это чехол, не потрогай. Я желаю, чтобы государство уделяло побольше внимания будущему поколению, на плечи которых ляжет наша страна, ляжем мы, как состарившиеся пенсионеры. И ляжет серьезная жизнь. Сейчас они еще пока скачут в школе с портфелями наперевес. А потом-то они начнут. Делай, делай. Вот. А журнал «Горожанин»? Ну что ж журнал «Горожанин»? Журнал «Горожанин»? Пусть цветет во славу горожан. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok